В чём смысл жизни? Отвечать на этот вопрос можно на разных уровнях, но если подходить к общей формулировке, то нужно сказать, что смысл жизни заключается в том, чтобы совершенствоваться, чтобы становиться, в конце концов, всесильным или становиться Богом. И для этого у человека есть вполне серьёзные и основания, и есть у него для этого соответствующие задатки или соответствующие задумки со стороны Творца. То есть, как всё устроено. Существует монада человеческая, она создана Творцом, и в монаду Творец вложил самого себя, или, можно сказать, копию свою, и эту копию он снабдил всем своим личным опытом. И вот этот личный опыт, он существует в монаде, ну, как бы в потенциале. И вот человеческая жизнь и смысл её в том состоит, чтобы вот эти знания, принадлежащие Творцу, чтобы сделать их своими собственными знаниями, чтобы его опыт сделать своим опытом. И для этого существует жизнь. Жизнь существует таким образом, что Творец, который нас создал, он же нас не бросил, он же нас продолжает вести по жизни. Почему мы называем его Отцом? Потому что он продолжает о нас заботиться, и я бы даже сказал так, что все решения, или, вернее, все дела, которые не являются вашей инициативой, это всё делает он и делает специально для вас. Потому что он заинтересован в том, чтобы вы этот опыт получили, возможно, скорее, для того, чтобы вам было комфортно в жизни. Но всё это очень хорошо говорит для такого устройства мира, которого мы практически не знаем. То есть есть мир, в котором нет демонов, у человека нет демонических энергий, и управляют Землей не паразиты, как это сейчас. И тогда жизнь, она имеет совершенно другой характер. Та жизнь, которую ведём мы, она создана, я бы сказал так, не для нас. То есть всё то, что я вам сказал относительно Творца, всё это по-прежнему существует, но то устройство мира, которое мы имеем на сегодняшний день, оно не для нас, оно для тех паразитов, которые управляют Землей, которые её захватили. Поэтому нужно всячески сопротивляться этому устройству мира и постараться вот ту задачу, которую перед нами поставил Творец, её решать. И в этом и есть смысл жизни. Но очень часто человек до этого, как говорится, не доходит. И для него существуют, если можно так сказать, кальки, по которым он живёт. То есть когда он родился, у него есть какой-то опыт прошлых жизней, но главное для него понять тот мир, в который он попал, узнать его, изучить его и там найти своё место. И вот детство и юность человека проходят в поисках своего места в жизни, потому что, скажем, до полового созревания ребёнок обычно ничего сам не делает за него, всё делает мать. А его самостоятельная жизнь начинается уже, когда он достигает возраста подростка. И вот тогда, тогда он начинает сам строить свою жизнь. И всё, что он успел, всё, чему он успел научиться, всё, что он успел узнать до этого момента, вот это весь его багаж, весь его инструментарий, с помощью которого он и будет жить. И смысл его жизни очень часто ограничивается очень узким кругом задач, проблем. Это касается создания семьи, это касается работы, это касается получения, получения, если можно сказать, счастья, получения радости. Очень часто люди гоняются за удовольствиями, это совершенно бессмысленная затея, потому что, как известно, вы получите удовольствие, и через короткий промежуток времени вам это всё уже не нужно, всё забыто. Вы начинаете гнаться за новыми удовольствиями. И для многих людей вот эта погоня за удовольствиями представляет смысл жизни. На самом деле, это кривые, на самом деле, кальки, по которым человек живёт. Человек должен иметь внутри себя радость. И тогда жизнь, она приобретает совершенно другой характер. Она становится устойчивой, стабильной. Человек начинает познавать мир с помощью положительных состояний души, а не разрушительных, в основном, как это и есть сейчас. Давайте надеяться на то, что пройдёт ещё немного времени, и мы действительно попадём в такой мир, где смысл жизни будет заключаться в счастье. Субтитры создавал DimaTorzok